виталий иванович ну во первых здравствуйте поздравляю вас с днем рождения юбилей знаковая дата но тем не менее да несмотря на все вот эти годы остаетесь в хоккее да вот почему что вами движется чтобы до сих пор оставаться в профессии во первых спасибо за поздравление ну движет не знаю вся жизнь у меня в хоккее так сложилось же что с хоккея наверное началось и с хотим закончится вот я с удовольствием хожу смотрю игры смотрю за ребятами не интересно все и в этом я нахожу смысл дальнейшей жизни чем занимаетесь вот какой у вас функционал в клубе в школе хоккейный в какой-то степени я являюсь помощь в генерального менеджера и отслеживаю подготовку нашей нашей молодежи вот это в общем то интересная работа вот стараюсь где-то находить звездочек мне больше интересует конечно звездочки и они в общем то есть свою работу я вижу прежде всего помощи нечего-то об критиковать там что за во всяком случае помочь ребятам где-то и в 3 него учебно тренировочной работе и в отдельных упражнениях и где-то проводим собеседование с отдельными ребятами с командами от стараюсь как бы быть в курсе событий школы и следить за подготовку именно талантливой молодежи ну вот и в продолжении темы разговора о молодежи через вас действительно очень много игроков прошли разные поколения вот вы можете как-то увидеть разницу между игроками там прошлого столетия условно говоря и современными то есть чем они отличаются может быть ментально юные хоккеисты ну во первых сейчас немножко другие условия совершенно я просто сожалею что многие ребята которые достойны были в общем-то где-то получать и побольше зарплате вот это поколение которое вот было со мной рядом и с которыми я работал они конечно ущербные в этом плане вот в этой ситуации сегодня конечно условия то не неплохие в общем в командах и поэтому есть к чему стремиться ребятам вот не всегда молодежь вот не всегда молодежь этого понимает понимаете вот где-то врача даже снайперах играют ребята в горит ребят вам осталось играть два сезона все а дальше идете на вольные хлеба один-два могут попасть первая команда остальные что вот не всегда они понимают что им дается шанс этим шансом нужно воспользоваться вот не все это понимают и не всегда не вкладывает свою целеустремленность свою достойчивость чтобы овладевать именно искусством хоккея подавать а на самом деле это особенно нападающие должны быть искусстве они должны быть интересные игроки разные вот но сегодня в большей степени где-то мы видим в основном идет вот проходит где-то динамические те игроки которые вы сильны в динамике мы посмотрим сейчас даже на первую команду который поедет у нас на олимпийские игры и там мало играющих ребята больше именно динамичных мощных которые отвечают требованием современным как бы таких игроков сейчас больше стало но к сожалению не знаю я немного из старого поколения все-таки какие-то игра да я за игровой вид до должны быть динамичные мощные игроки с мощной скоростью динамикой борьбой все это понятно да должны играть эта игра прежде всего и хотел лишь увидеть чтобы ребята были идти по интеллекту были очень высокие а вот этому можно научить можно ли научить человека именно мыслить вот так быстро возможно можно поставить определенные рамки он будет играть да будет схемой потому что не нужно консервативной все-таки хоккей и отдельный момент и повторяется часто и в этой ситуации можно определить они был могут научиться этого но ситуация то меняется защитник стал не сюда в другую сторону игрок открылся не в эту сторону а где-то в другой то есть меняющая ситуация игрок должен быстро воспринять увидеть и принять решение поэтому икровые качества именно они есть или их нет вот это абсолютно точно есть ли у вас самый любимый ваш воспитанник вот с кем было приятнее может быть интереснее всего работает она много было игроков в общем это но не знаю у меня сожалением в основном вы знаете особенно по углову георгий углов это был игрок которых я в свое время я не видел равных даже в то время не не харламов не мальцев они они выступали ему во многом да у нас вообще плеяда была талантливой молодежи я вспоминаю свои первые шаги которые я делал новосибирске гутов углов самохвалов наважение метраков чуриков кисляков да их целый плеяда табулит это были мастера спорта ребята это были 17 18 19 лет они были они играли высшей лиги где-то мы 9 10 были но мы играли там против сильнейшие тогда никто не уезжал же все оставались когда в советском союзе играли против сильнейший делом москва цска это же монстр были самые настоящие наши ребята не уступали во многом но в плане как вот такой звезды высокой звезды типа грецкие типа я не знаю ларионова до этого углов можно ли сейчас представить такую ситуацию что вот или сделать такую ситуацию чтобы давно сибирске тоже пошло 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 да сегодня много действительно воспитанников в основной команде играет но опять же да если мы говорим как при какой-то звездный уровень этого не вы знаете звезды рождаются тарасенко у нас родился акулов пока не вышел на самый высокий уровень но всяком случае это это мастер отличный и не знаю принципе 5 6 7 лет где-то такие появляются а талант это просто умение работать над собой допустим все гены которые были заложены в тарасенко вот я видел он приезжал когда у него была пауза в халмы приезжал сюда я видел как он тренировался умение работать над собой постоянно виде свои недостатки и работать то есть в этой ситуации здесь очень важно конечно целеустремленность именно ребят умение и умение постоянно работать совершенствовать в этом контексте такой вопрос насколько на ваш взгляд вот та вертикаль которая сегодня есть у сибири до хоккейная школа молодежная команда основная команда и все они ну по сути в одном дворце до живут смотрят друг на друга насколько для ребят вот эта мотивация то что они могут напрямую видеть чем инструмент конечно давай это большая мотивация но все равно вы понимаете если есть целеустремленность цель он даже может быть и не в таких условиях вы вырастет парень и вы знаете я вас сейчас где-то пересекается очень много мне приходилось со многими общаться по александру тихонов по биатлонисту вы знаете он вырос просто вот нам на мои глаза с глинскими его тренером мы дружили все время у него них валенки были одни на двоих то есть парень я не знаю как он как он вышел этого невероятно и я вас смотрю на многих ребят я вот уже говорил еще раз просто повторяюсь вот им говоришь они не совсем слышат ребята ребята у вас два три года все потом заканчивается лишь вам что-то надо в жизни другой искать вот на ваш взгляд что нужно изменить для того чтобы больше ребят воспитывать чтобы качественнее воспитывать чего не хватает говорит целого новосибирск сейчас очень много катков принципе появились новой команды увеличить общее количество игроков которые выступают сегодня младших возрастах и постарше то же самое вот идет идет определенная работа в этом плане все нормально но должна она все таки быть стройная система я думаю что у нас все таки не хватает высшей лиги вот поэтому вот много ребят которые где-то мой может мы и потеряли значит ситуация где-то бывает и тренерские ошибки не без этого вот мы бы вы где-то сохранили может быть ребят чтобы вот это из из молодежной команды не перешли где-то высшей лигу и высшая лига чтобы она была по крайней мере более быстрым переходами именно в команду мастеров вот если говорить о тренерском составе школы насколько на ваш взгляд он сейчас качественно укомплектован да насколько я думаю что появляются у нас тонантливый тренер сейчас у нас запасил от вонск уехали у нас два тренера на что уехали у нас лизинков сводков сейчас московском динамо которые работали со снайперами они там работают вот неплохо работают на скрывала застал чемпион чемпионам страны два года назад он стал чемпионом страны выиграл первое место я коли фушков есть ребята которые принципе старается где-то конечно надо помочь ему в плане учебы сейчас высшую школу надо конечно сейчас решается вопрос подучить их вот но ребята сейчас очень много молодежи которая пришла в школу и делаю первые шаги тренерские до ошибки до сложной ситуации сейчас не бросать ситуацию с родителями их тоже понять можно они вкладывают большие деньги своих ребят виде хотят видеть их и дизайн в нхл где угодно ну и с ними очень сложно разговаривать в этом плане и сегодня именно работа тренера заключается насколько он сумеет найти вот этот контакт с родителями не в простых ситуациях очень сложных но и ситуация которая допустила но игрок но не способен но вот как говорится и если голоса есть нет то не запоешь вот бывают такие ситуации убрать такого игрока и расстаться с ним тоже проблема определенная а у вас был какой-то опыт вот именно таких коммуникаций сложных каких-то ситуациях может быть женами с родителями какие-то много было таких помер что потому что в конце концов все равно где-то игрока ты работаешь с ним на пределе возможности на пределах те же ускорения там не знаю особенно в летний период там подготовка была сумасшедшая все где-то наступаешь где-то на горло где-то начали ешь конфликты ну вот я много разговаривала из тарасов и с аркадем иначе своим отцом вторым вот тараса мне все время горит узнать что надо конфликт развязать но его нужно обязательно выиграть если ты проиграл этот конфликт значит все конец тебе хочу вернуться к разговору о школе вот все-таки с прошлого года до произошла определенная реорганизация теперь школы не министерство образования министерство спорта на ваш взгляд как-то это повлияло можно ли увидеть может быть с вашей точки зрения какие-то изменения это административный такой ресурс стал больше кого-то с возможности вот несколько бюджетных бюджетное финансирование улучшилось в этом плане значит сейчас полностью значит вышли сейчас на красную машину вот эту вот проводим где-то мастер-классы то есть во всяком случае направление в школе сейчас есть в этом направлении я думаю правильное она и в этом направлении школа работает аха это хорошо но то что я уже говорю просто повторяю что все таки финансирование недостаточно но в омском вот уже сравнивать я уже не сравниваю и не с ярославля мне не сказанию и с москвой впереди олимпиада собственно говоря знакомились ли уже с составами команд которые будут выступать дать соперников до сборной россии как собственно оцените состав нашей команды но меня это интересует состав команды конечно я смотрю что все-таки играющих таких именно играющих я уже говорил за тема в команде как бы их маловатенько вот в этом плане но здесь я не знаю жаннов со своей бригадой как бы федоров там они определились у них есть свой свой план своя какая-то философия на сука он будет реальный папа покажет время то что я вижу это рабочая команда такая мощная вот но кто будет забивать там уже в конце концов результат это надо выигрывать а выигрывает это нужно забивать и забивать нужны нужны мозги без мастер почерп из мозгов невозможно лучше пачок дано мало гусев шипачок кто еще там все наверно вот поэтому в этом плане жаннов имеют право и тренерские составы имеет право на свою концепцию свою философию мы посмотрим результат на мой фаворит я думаю да в этом составе которые сейчас приедут конечно однозначно должны выигрывать будем будет переживать болеть конечно за своих вопросов какая бы ни была команда будем за ребят наших переживать болеть дай бог чтобы у них все было хорошо